Генпрокуратура и СБУ сегодня выдали порцию сенсаций. По данным следствия, в Украине действовали несколько организаций под кураторством ФСБ. Без их вмешательства не обошлись и недавние беспорядки в столице. Но это еще что? Как утверждают силовики, в пособниках у таких организаций были помощники нардепов и чиновники разных уровней. Вербовали за деньги, разумеется. Продолжит Александр Васильченко. Киев, траурные дни, молебны о погибших майдановцах, вечерние вечи, перекрытый центр столицы и усиленный режим охраны. Первые столкновения с полицией происходят ближе вечером, 19 февраля. В СБУ утверждают, о провокациях знали и к ним готовились. В подтверждении своих слов глава СБУ обнародует перехваченные телефонные разговоры так называемого официального представителя МИД ДНР Константина Долгова с сотрудником российских спецслужб Александром Чуриндиным. Из беседы следует, что ФСБшник дает распоряжение, как нужно проводить митинги в Киеве. Подчеркиваю, революция достоинства продолжается. Этот пузырь надо раздувать, 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 раздувать и так далее. Даже если где-то они постояли у какого-то дома, у здания, надо говорить о том, что они уже там, в этом доме и так далее, уже выдвигают требования. Сейчас антиукраинской деятельностью занимаются несколько организаций. Находятся они в Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Харькове и курируются российскими спецслужбами. Они просуются сразу за несколько направлений, на уровне отдельных регионов, через, в том числе, прикро, но народных оборудовцев разных уровней. Механизм действия – это форумы, круглые столы, конгрессы с следующими вернаниями до Верховной Рады Украины, президента Украины. То есть, потом они створяют иллюзию массовой поддержки. Иллюзию массовой поддержки российские пропагандисты создавали при помощи чиновников и нардепов. За услуги платили щедро. Один визит на такое мероприятие мог стоить более полумиллиона гривен. У меня в два часа заседание рабочей группы. Оно формальное, без чего-то, без резолюции и так далее. По Запорожью, по изучению проблем регионов, по децентрализации. У меня маленькая сегодня, в связи с событиями, которые в Раде происходят, маленькая явка. То есть, те, которые хотели, они посрывались. Там у меня 9 нардепов должно было быть. Мне надо 2. У меня на каждого бюджет 500. Просто посидеть. Без выступления, без доклада, без ничего. 20 минут. Анечка, селанки, мы тебе делегируем. Финансирование России, политической активности в Украине, говорит Юрий Луценко, началось еще в 2015 году. Одна из целей – скрытая федерализация. Все эти круглые столы, проплаченные из Москвы, которые закликают до федеральной Украины, до вольных экономических зон, до снищения вертикальных структур управления, направлены именно на эту мету. Показать, что Украина недеездатна. Работали в Украине несколько групп, говорит Грицак. Возглавляли их в основном помощники депутатов. Другую группу начали в Будяк АВ, руководитель громадского объединения «Донбасское земляство», місто Киеве, который безусловно контактировал с спецслужбами Российской Федерации. До склада группы входили Ярова, глава секретаря депутатского объединения, реформирование податкового, митного и земельного законодательства Украины, Житомирский, помощник консультант депутатов Верховной Рады, кількох, меню овач, помощник консультант, теж депутатов. В разговоре обнародованном Грицаком Яровая и Житомирский решают финансовые вопросы мероприятиям. Разрешил мне Кривошея выйти от его имени, прочитать. Ну то, что ты мне написала. Я поняла. А сколько это стоит будет? Не, ну по... Понимай тебя давай. Не, ну мне ж ему тоже надо отсклюнявить за добро, понимаешь? То, что дал добро, мне ж надо ему отсклюнявить, а что-то себе оставить. Ну давай за 400. Сам нардеп Кривошея уже прокомментировал информацию. Заявил, что готов сотрудничать со следствием, своего помощника Житомирского уже уволил и требует его ареста. А в ГПУ заверяют, проверят всех фигурантов этого дела. И на некоторых уже открыты уголовные производства. Подозревают в сговоре с представителями России нардепа Андрея Артеменко. Его обвиняют в помощи при введении подрывной деятельности против Украины путем призыва к передаче аннексированного Крыма в долгосрочную аренду. Сегодня против депутата ГПУ открыло уголовное производство. И теперь его ждут на допрос. В разе, если депутат не появится, мы подготовим необходимые материалы для расследования Верховной Рады Украины про дачу дозвола на притягивание до криминальной ответственности. Статья Державная Зрада. Если он появится и надаст показать, это не означает, что мы не внесем подание. Ранее американское издание New York Times сообщило, парламентарий передал экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флину некий план, который в частности подразумевал и отмену санкций против России. Александр Васильченко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.